Завтра пустота, все? Типа все умрут? Все умрут. Как я проведу этот день? Я проведу его с Лехой. Почему-то всегда я себя с утра спрашиваю, типа, а за что я благодарна? И всегда самый простой легкий ответ, который приходит, это Леха. Потому что на самом деле, если бы его не было, я вообще не знаю, что бы я это. Я бы подофигела, конечно, от всех трудностей жизненных. Поэтому за него, за его любовь, за его поддержку, за то, что он есть вообще, за то, что он вот такой, какой он есть, я благодарна. Прямо вообще сильно этой вселенной, этому миру, ему самому, и себе за то, что я его нашла, встретила. И я помню, когда там такая суета-суета, все что-то бегают, переодеваются, что-то происходит, ходит, а мы с ним просто вот так вот, прикинь, вокруг вот это все двигается, а мы просто вот так вот подошли друг к другу, обнялись и стояли, мне кажется, минут пять. Просто молча, просто обнимались. Мы до этого момента, ну, там, по телефону несколько раз поговорили, пару раз встретились, погуляли там на полчасика, грубо говоря, да, и тут вот как будто, короче, вот самый такой момент, когда вот мы все. Ну, с этого момента стало понятно, что мы вместе, как-то так, вот. Ну, это один из счастливых, дофига всяких счастливых моментов, на самом деле, я их постоянно генерирую в своей жизни. Когда ты куда-то несешься, ну, вокруг тебя же много разных людей, и, как правило, эти люди, даже как бы они тебе не улыбались, на самом деле всем насрать. Каждый все равно думает о себе. Ему неважно, там, ну, будешь ли ты жив завтра. Ну, то есть какая-нибудь вот хрень в жизни происходит, мне так становится иногда страшно. У меня просто мысль о том, что меня Леха дома ждет, она меня так вот сейчас заземляет, успокаивает. Я просто знаю, что я приду сейчас, он возьмет, и он, знаешь, как-то, вот он реально какой-то супермен. Ну, то есть он просто берет там, может сказать, ну, типа, так вот же надо сделать вот это, вот это и вот это, что ты паришься? А у меня там трэш, короче, у меня там уже мозг разорвался, у меня паника, трагедия, я там уже все, конец света, я уже не знаю, что делать и как дальше жить. А он как будто бы, знаешь, как будто ему, не знаю, откуда там такой шланг в голову из космоса вставленный. Короче, все ответы на все вопросы есть. Вот это, я просто удивляюсь, как он может это делать. И это очень ценно. И это всегда, знаешь, не с точки зрения, чтобы, типа, просто, ну, как бы успокоить меня, чтобы я не парилась, а это нормальные человеческие советы. И кроме совета, это еще и помощь. То есть он, ну, он меня не бросит, не оставит наедине с этой проблемой, он мне всегда поможет. И вот он мне реально из-за мамы, из-за папы, из-за всех вообще. Вот, поэтому-то мне такие страшные вопросы не задаваемые. Потому что, типа, последний день сегодня. Ну да, это самый грустный момент, потому что он для меня был вообще главным человеком в жизни. После него Леха. И было обидно не от того, что там, ну, не стало его, из-за того, что... Ну, до смешного он, он, типа, хотел меня уберечь от переживаний. И он мне не сказал, что ему нужна помощь. Короче, если бы я была рядом, я бы его спасла. А он просто решил, типа, уберечь меня. Ну вот. Ну, как бы, у меня все равно какое-то есть внутреннее ощущение, что он рядом. Я просто предпочитаю думать, что он куда-то уехал на Мальдивах, отдыхает. И я просто не могу с ним связаться, потому что, как бы, ему сказали, что вот для того, чтобы у тебя там, не знаю, происходило какое-нибудь внутреннее наполнение, ты не должен общаться ни с кем из своих близких. Ты должен забыть, кто ты раньше был там. А я просто вот, ну, как бы, он далеко, и я его люблю здесь. Удаленно. Ну, вот как-то так. Был момент в моей жизни, когда вот после того, как папа не стало... Знаешь, вот мост Шевченко? Ага. Вот, и там, получается, есть нижняя дорога, и есть с моста, как бы, съезд вот к перекрестку. И, получается, я ехала по этой нижней дороге, а сверху машина. И я как-то посмотрела по зеркалам, и у меня в слепую зону машина попала. Я ее не видела. Получается, я выезжаю, а он успевает по тормозам дать, и тачку начинает вот так крутить. А я выезжаю. И, то есть, если бы он не затормозил и не начал бы вот... Ну, он пожертвовал собой фактически, его начало мотать. То все. Ну, как бы, могло вообще случиться самое плохое. По идее, как бы там, либо инвалидность какая-нибудь, либо еще какая-нибудь хрень. Ну, всякое бывает, да? И у меня в тот момент была мысль почему-то, что это, типа, наверное, это папа что-то тут рулит. Не знаю. Ну, типа, что оберегает или что-то такое происходит. Но, по большому счету, мы верим в то, что мы хотим верить. Ты знаешь, я бы хотела, чтобы меня заставили больше верить в себя. Чтобы мне еще в детстве показали, что все возможно, что нет ограничений в этом мире. Быть точной, уверенной, что все получится. Важно доводить дело до конца. Вот, типа, я взялась и доделала 100%. Но не бросать, потому что такая боль внутри, когда что-то ты не доделываешь. И вот это я обчитала своей суперспособностью. Папа очень круто сделал. Он мне сказал фразу, которую я часто сама себе повторяю. Он говорит, вот как ты чувствуешь, так и правильно. Это прям ценные слова, мне кажется. И они прям мне помогают. Я понимаю, что без поставленной цели жизни вообще неинтересна. Хорошо, если у тебя есть цель. И она истинная. Она не потому, что так вот все хотят. Нужно понять внутри себя, что ты хочешь по-настоящему. И потихоньку к этому идти. И не забывать про это. То есть у тебя должна быть какая-то напоминалка. Может, не знаю, написать себе на стене, или перед компьютером, или где-то, что у тебя будет все время перед глазами. Что ты должен вот к этому прийти. Я просто не так давно, год, наверное, назад, расписала свой идеальный день. И он у меня кусочками сбылся. Я прямо закрываю глаза и прямо вижу, что вот моя собственная большая квартира светлая. Подхожу к окну и вижу там вот эти небоскребы. Я же мечтаю жить в Америке. Там выхожу, сажусь там в крутой свой белый паркетник. И еду в студию, где работаю не я, а мои мастера. Ну, короче, это был год, когда я мечтала об этом. И, в общем, я из окна увидела этот вид только в Дубае, когда ездила. Живу в своей квартире в светлой сейчас. А и у меня, ну, тачка-то уже давненько. Ну, вот большая мой паркетник. И я не работаю ни сама. У меня студия в центре города. Короче, сбылось мое утро. Я еще не успела замечтать о новом. Очень хочу, на самом деле, чтобы в моем дне был, например, час или два каких-то индивидуальных консультаций, которые позволят другому человеку, например, вот кому-то из моих учеников сильно вырасти. Меня прям это сильно прет. Я хочу, чтобы это было не просто, как я сейчас делаю, там, ну, какими-то урывками, а прямо конкретно, что человек позвонил, и мы сели, разобрали, в какой он сейчас находится ситуации. Я, ну, подсказала, там, делал раз, делай два, делай три. Он пошел, сделал, и у него прям сильно поменялась ситуация, там, с деньгами, да, там, он смог больше заработать, смог сделать качественнее свою услугу. И вот когда мне пишут, что, типа, а, Катя, так круто, спасибо, вот. Вот, это очень круто. Вот я так хочу. Да. Это будет мой идеальный день. Ну, я буду чувствовать, что я прям выполнила свою миссию. Субтитры создавал DimaTorzok